добрый день коллеги с вами максим сегодня у нас 4 декабря 2019 года время у нас 13 20 хочу вам рассказать маленькую такое ну как бы вам сказать дать вам немножко маленького рецепта хотя в ю тубе они есть я сам ю тубе на посмотрел ну посмотрел одно второе третье из двух трех видео сопоставил свой рецепт скажем так хочу сказать вам рецепт бородинской настойки бородинская настойка в чем заключает у меня есть спирт вот но это так я его называю дистиллят сканта дистиллят вот дистиллят и купил я бородинский хлебчик магазине порезал вот такими вот квадратиками и буду теперь его запекать делать ему как говорится термическую обработку термическую обработку я ему буду делать при 108 градусах сначала включу духовку минут 10 духовка прогреется вот потом поставлю вот эти вот сухарики уже нарезала мне жена сухарики вот такими вот квадратиками и буду их запекать давать им термическую обработку для того чтобы они при настаивании не разваливались у нас дистилляте и не давали мутность вот потом когда где-то будет происходить скан так обработка это термическая в духовке минут 55 где-то час 15 вот так вот буду я смотри буду доставать и пробовать их на прочность и смотреть на цвет чтобы они не пригорели но 180 градусов это такой для для меня это оптимальный вариант у каждого свои духовки как говорится газовые там электрические сами выбираете эти духовки и температурный режим я пришел к такому температуру можно 180 градусов 55 тире час 15 потом достаю остывают и сразу в дистиллят и спокойно они себе настаиваются на дистилляте 3 4 5 дней то же самое это все по вкусу я последнюю бальдинскую настойку делал у меня стояла на 5 дней 5 потом я его сливал она мне еще два-три дня отстаивалась для осадка хотя там осадка но там не было практически осадка потому что хлеб не развалился хлеб превратился как в мочалку вот такая ты ее прижимаешь выдавил с нее в этот жидкость и она себе назад стала на не разваливается вот именно для вот это вот и запекают в духовке чтобы дать термическую обработку чтобы она впекла впеклась хлеб впекся вот но вот в принципе вот так вот ребят я вам покажу вам где-то через час скажем так через час я достану из духовки и посмотрим что через час или нужно еще поставим еще если не нужно все будем доставать остывать и потом сразу засыпать в дистиллят все ребят до следующего видео всем пока спасибо за про добрый день коллеги и так второе видео про бородинскую настойку как я вам обещал я включился не получилось у меня включиться течение 50 минут но включился уже когда вытянул из духовки вот прошло ровно час 05 сухарики у нас и запеклись и прошли термическую обработку сухари такие двух дбр вот вот этот вот цвет темноватый цвет это будет как раз цвет нашей настойки сейчас эти сухарики остынут до полного остывания минут 30-40 пройдет пусть они остынут и сразу я их опущу в дистиллят я вам сниму покажу вот и потом буду показывать вам вот я буду настаивать дня 34 вот я вам каждый день по возможности буду снимать показывать какой цвет вот и еще самое такое главное коллеги я вам хотел сказать что нельзя бородинску ну как нельзя сейчас я вам скажу когда ставишь видео в холодное место там или на балкон если холодно или в холодильник она мутнеет ну почему потому что здесь сухарика много эфирных масел понимаете вот так она когда стоит комнатной температуре на прозрачная цвет у нее янтарный такой ну с контакт цвет зависит от того сколько вы кинете туда сухариков и сколько вы продержите их в дистилляте а так цвет янтарный красиво вот я 4-5 дней держал 4 на 5 я уже сливал перецеживаю уже убирал эти сухарики и цвет оставался янтарным ну так как я не знал я оставил себе в холодильник думал немножко остынет вот охал охладиться а потом через два часа я в холодильник а она полностью помутнела настойка была мутная она приятно все пахло пить можно было но это можно было пить мне семье моей потому что я знал еще она приготовлена а так если кого-то угощать или кто-то тебе придет но трудно человеку объяснить что так вот получилось если человек не разбирается в этом деле что допустим она помутнела из-за того что поставили в холод так что ребята вот это вот бородинскую настойку нельзя ставить в холодильник не то что нельзя не рекомендуется ее можно ставить холодильник она будет мутная пить будет при но вот у нее вкус будет прекрасный пить ее можно но не рекомендуется она потеряет свой янтарный цвет вот принципе на этом все вот буду засыпать в 10 лет я потом вам сниму это видео все ребята добрый вечер коллеги с вами снова максим у нас сегодня 0 4 2019 года декабрь месяц время у нас 16 58 и как я вам обещал я буду делать сейчас на стойку бородинского вот у меня здесь 6 литров 6 литров дистиллята пшеничного и град 45 градусов сейчас это все размещу на бутыльки и буду засыпать поровну вот это вот бородинский вот это вот крепче зажаренные заранее в духовке и будем настаивать друзья мои 4 дня 4 дня и на 5 день я буду это все потом сливать пересвеживать и будем потом два дня отстаивать на осадок если он будет и потом будем пить не пробовать а пить потому что мы уже знаю какой но напиток что он из себя представляет уже дистиллян я получил из пшеницы ну получается у меня было почти да вы даже наверно придется отлить не получится у меня сейчас я немножко отолью не получится все значит будем вот так держать не полные два бутылька будет дистиллят я получил заранее по 20 0 9 я перегонял второй раз спиртцерец на пшенице вывел ему спиртозной 45 градусов разбавил водой и вот с того времени с 20 0 9 он у меня стоял плодовички настаивался ждал своего времени вот пришло время попробовать сделать бородинскую настойку не очередной раз праздники скоро рождество католическое там новый год там наше рождество крестьянское так ну что наверное сейчас давайте ребята я насыплю поровну так это у нас 6 8 10 сюда 4 7 10 сюда 5 сюда 5 сюда так 5 сюда 5 сюда 5 5 5 сюда 5 5 сюда 5 5 сюда 3 4 5 сюда у нас остается 35 сюда и ладно сюда 3 сюда 2 все и сейчас я долью все это полностью дистиллятор раньше я начинал учил меня учитель на простой самогонки на сахарной потом я сам начал экспериментировать брал пшеницу я ее не проращивал я сразу настаивал она мне забродила и сразу я на этом брожение уже и работал как говорится делал брошку на одной и той же пшеницы я делал 6 раз и все у меня прекрасно получилось а долеваю тут что есть вот вот такому сейчас сейчас это буквально через 40 пире час начнет уже цвет меняться я вам сниму 4 вечером я вам сниму покажу как она что будет больше и завтра сниму после завтра сниму а потом уже окончательный результат все ребята до новых встреч всем пока пока еще раз пока добрый день хочу я вам показать настойку бородинскую вот которую мы вчера сделали и поставили и хочу вам показать какой сейчас ней цвет второй день пошел на стойке видите какой цвет некоторый хлебчик опустился уже вниз это только второй день но больше уже тем темнее но не будет вот в первый день хлеб хлеб отдал дистилляту свой цвет первый день вот три четыре дня будет стоять дальше цвет такой самый будет больше он не поменять столько будет настаивается вкус вот то что я вам хотел показать все коллеги включусь завтра всем пока с вами был максим а число на сегодня 5 декабря 2019 года время у нас 11 1226 все всем пока пока